здравия всем он канале марка елена диригите мы прощаемся с городком вернее с городом большим стресса обратите внимание какие здесь гостиничные комплексы очень красиво говорю давай еще прогуляемся он говорит мы же едем на рынок ну да рынок может закрыться сейчас уже 10 39 а отель называется из-за лабурме это вот те которые мы не видим где-то они здесь где-то мы гуляли там по этим островом он этот остров это из-за лаберна на имиджи вода ли из-за на модель моносы бандерс но все рассказывает что на тот на тот остров частная на него нельзя я вчера видела что билеты продают чтобы они на его билеты продавали правда логически рассудить вот она никак я не приближу не поддается мне к экран нажимаю в общем вот так вот наверное сделаю вон она телевизорка розовая розово-красно-белая где случилось несчастье в это лето когда канат оборвался вот так вот сейчас смотрите вот она вот она три три больших таких штучки и погибла по-моему 14 человек мальчика выписали их потом его дедушка украл в израиль потому что он сказал он должен жить в этих своего рода в корнях откуда он родом а суд решил что он родился в италии значит корни его здесь и присудил израильские власти выдали ребенка тетушка привезла назад город достаточно большой теперь он знаменитый никто про это место особо не знал и пожалуйста вам но я вот мы например не знаю до того как начали по телевизору освещать этот несчастный случай и стал он знаменитым во всем мире не только здесь на севере италии местечко красивая конечно знают о нем многие те кто имеет средства здесь находиться потому что гостиницы дорогие ресторан тоже дима а вот это вот самое место откуда они начали двигаться наверх и вон туда 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 вспоминаю что сегодня 5 декабря 5 декабря гостиницы здесь многие закрытые и реставрации проходят рестораны практически все открыты что еще потому что здесь в основном летом движение такая активная жизнь потому что ну вот мы вчера гуляли до два градуса тепла вечером было блин замерзли замерзли а прогуляли то всего пару часиков перед ужином ужин был вкусный главное заходим ресторан пустой а мы зашли где-то в 7 30 наверно вечера и говорит вы заказали место мы смотрим ресторан пустой говорим нет сейчас мы посмотрим какой столик свободный мы сидели ну как бы уже почти до конца уже доели у нас остался десерт и начали люди подтягиваться но правда сразу как-то вот наверное к 8 часам люди подтянулись активно вот эти какие виллы здесь все это смотрит на озеро и даже амур и гвардаки было катапике такой вот домик заброшенный какой-то не ухоженный многие дома закрыты потому что люди живут в других местах например соединенных штатах америки вот итальянцы там же у них своя коммунита имеют здесь какие-то вот виллы да также джордж клун имеет на озеро кома вот вилла виллу господи вилла не знаю на каком я языке вам вещаю и получается что получается что цены достаточно высокие качество вот где мы правда трехзвездочный отель посредственная да то есть зашли в коридоре лампочка вы не работала но мы сразу сказали и нам пришли пока мы гуляли и пришли вендену поменяли нам лампочку в коридоре и анки кое-что две две виллы уже вот мы с парком посмотрели продается а вот ну соответственно продается по какой цене оборота куэлла никакой интересно интересный замок кастельный кастель из камнях так что у нас еще не еще могут этим на какой-то рынок там вроде как он и рождественский и не рождественский здесь он сказал прям недалеко вот столько столько мы едем до в машину сели и я такая ох ох по улице начали ехать она такая узкая 2 2 стены прям нас сжали говорю останови уже дай мне поснимать красивые здания вот ну сервисы думаю что до на четверку тянет я имею ввиду магазин и рестораны зашла в ювелирный посмотрела бижутерию потому что мне понравился сваровский красивая такая блямба на цепочке но опять таки вот такие вот красивые вещи вырви глаз кому-то нравится кому-то нет ну ее куда-то вот надо одевать именно не на каждый день потому что каждый день с такой красивый переливающей штукой ну куда-то будешь ходить и он даже мне сказал говорит 10 процентов скидка потом я уже говорю хорошо мне все нравится мне нужно подумать мне нужно посоветоваться заднюю дала потому что я понимаю что сразу на эмоциях покупать нельзя если бы я сегодня проснулся вспомнила об этом я вспомнила только сейчас когда мы уже уехали но сваровский принципе есть и у нас там в швейцарии цены принципе одинаковые и он мне такой говорит 15 процентов скидка я говорю вы помните что он вы мне предлагаете 15 процентов скидку если я завтра вернусь он говорит да я пошла я пошла и так прикинула все это и у меня правило такие если я помню а то вещички то я на следующий день иду покупаю если я пришла покупать и ее вдруг нет но так ее же купили и я тоже знаю что если эта вещь моя она ко мне придет другим способом если нет то но все значит не особо моя то есть я в ней особо не нуждаюсь ну вот такие у меня правила и пользуюсь я ими давно то есть наверное лет десять точно и пока что они мне не подводили не могу сказать что я настаиваю чтобы все так жили это я просто с вами делюсь потому что лишние вещи вот этот перетирать перекладывать что одеть что одеть что не одеть когда есть одна я вот помню когда в молодости до один джемпер одна водолазка один кардиган пару юбок пару брюк то есть вообще выбора никакого да у тебя либо вещь в стирке либо вот то что у тебя уже высушена чисто это одеваешь и идешь простой вообще не было никаких проблем в этот раз что и взяла с собой взяла на всякий случай два платья потому что не знала че и как на одно шерстяное вязаная другое стеганая колготки сапоги вы что думаете я их вынула нет они такая стались лежать в чемодане тоже так вчера замерзла и думаю если я сейчас будут переодеваться то мне будет еще холоднее потому что это все таки более легкая одежда да я имею ввиду если я например джинсы это плотно а колготки это поле хотя они и 40 дэн но все равно это все таки не като я такая нет я останусь джемперок переодела и побежал дальше как-то вот так то есть когда вот такие вот мелкие прогулки то есть на выходные сегодня и понедельник но я себе сделала выходной и читая мара ай кола фе сын и ролл ферри ферри ура говорит так вообще что мы здесь были но не знаю насчет были или не были я первый раз вижу ну вот раз и развернулись а бямо пейсу он говорит что мы вроде как заблудились заблудились он говорит что нужно подняться вверх оказывается он думал что этот рынок рядом с озером оказалось нет то есть он не зарядил ни адрес теперь где солнце в глаз оно все равно приятно вот так вот да пантиградь амаре 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 7 градусов тепла на улице это нормальная температура то есть вчера уже вечером когда я солнце села и стало по прохладнее прям так резко опустилась температура я делала фотографии потому что музыка везде играла в каждом ресторанчике в каждом барчике были колонки вынесены на улицу то есть кино поснимать было вечернее я имею ввиду но я немножко поснимала витрины это тоже неплохо так ну что друзья давайте на этом закончим потому что я смотрю вот снимать нечего абсолютно но где-то мы заблудились да 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 салеры салеры а вот здесь мы сейчас повернем я вам желаю здоровья удачи долгих лет жизни путешествий чтобы вы набирались вот таких эмоций эмоций то есть энергетика эмоций позитивных ой такой магазин амур и кае не годсу тувай паркетчо капец к дуэси амур и стамет капец к пивнин а ма горько но мы заблудились друзья все ставьте лайки подписывайтесь на канал на наш канал